Вазок кидала на ухабах уже который год подряд. Эти ямы и выбоины на дорогах дождались. Национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги добрался до Богородского района. Ремонт начнут в апреле-майе этого года. Отвратительные, не то что плохие. Я, по крайней мере, вчера из Владимирской области приехал, в гости ездил, там получше немножко. Ямочный ремонт в прошлом году делали. Делали буквально осенью. Ну и что? Сейчас весна наступила, зимы не было. А новых ям, скажем так, не образовалось. Образовались одни все старые. Капитально отремонтируют два участка трассы Ряжск-Касимов-Муром-Нижний-Новгород на 408 и 438 километрах. Суммарной протяженностью около 10 километров. А также обновят около 4 километров дороги на северном подходе к Богородску. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, контракт с подрядчиком был заключен еще в ноябре прошлого года. Сейчас закупают материалы для борьбы с поперечными и продольными трещинами. Участки осмотрели специалисты Главного управления автомобильных дорог. Как только погода позволит, мы, я думаю, сделаем обследование для того, чтобы уточнить виды работ. Ну и окончание контракта у нас не позднее 31 августа. Масштабные работы с асфальтом начнут, как только позволит погода. Здесь будет производиться срезка покрытия методом холодного фрезерования. И устройство, выравнивающие слоя с асфальтобетонной смеси. Также будут производиться работы по укреплению обочин, а также нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком со светоотражающими элементами. Всего вместе с Дзержинском и Нижним Новгородом в Нижегородской области в этом году предстоит отремонтировать почти 900 километров дорог. Это большой объем, но он не должен сказаться на качестве работы. Также специалисты ГУАТ в марте начнут проверку дорог Богородского района, которые были отремонтированы в прошлом году и находятся на гарантии. Теплая зима может быть хуже холодной. Александра Шеломцева, Время новостей.